Понимать, что глубина пещеры может превысить 2 километра. И мы верили, что пещера должна провалиться и стать одной из самых глубоких в мире. Много лет пещера испытывала нашу команду. Мы никак не могли найти проход в узких и практически непроходимых лабиринтах. И тем не менее, каждый год мы приближались все ближе и ближе к своей цели. Это предпривечательное место, кого это за динозавр называется. Здесь остановились в 2002 году, в июне месяца. Там два направления, два ствола. В общем, работали там по пять смен. Ковыряли там перфоратором, щебенкой, но ничего не нашли. То есть вот на обратном пути там закачнулись в очко. Казалось, что там приходящий приток. Крутяка, тяга в воздух. И уже в 2004 году поехали зимой на вертолете. И Миша Пирушкин с Лёхой Четырином, с Ловой Заварзиным и с Романом Казаковым. Они продолбили ход, который назвали лаз в перече. Вот этот лаз вывел уже в новую часть. А в августе 2015 года все изменилось. Преодолев последние узости после серии проходческих работ на глубине 400 метров, спелеологи Перовского клуба Иван Каменев и Алексей Аронов вышли в объемы и остановились перед внушительным колодцем. В 2016 году, практически через полвека после открытия, команда Перова Спелео, организовав три экспедиции в июне, в августе и в начале ноября, углубила пещеру более чем на тысячу метров. Ну, внизу там всего очень много и очень интересно. Там пещера продолжается и продолжается. Нужно навешивать дальше, нужно делать топосъемку и понимать, как она развивается дальше. В общем, в этом наша основная цель и есть. Нашу пещеру нашли спелеологи из Краснодара. Вместо встречи трех групп стал лагерь 600. Последняя группа, Петр Любимов, Алексей Аронов и Наталья Федоров отказались в лагере только в 4 утра. На следующий день вся группа решила отдохнуть и подготовиться к следующему этапу путешествия. Мы сегодня собираемся продолжить наше спелеологи из 6. Уйдем на следующий лагерь, там переночим. А с утра продолжим, и следуем. Вот тогда будет ясно, что дальше будет. Короче, мы пошли из лагеря 600, в лагерь 1000, первая четверка. Взяли по два мешочка, оборудуем лагерь. Завтра пойдем искать уже площадку, где-то под лагерь ниже, там 1300-1600. Пока, товарищи. Встретимся на километрах. Пока. Давайте, догоняйте нас завтра или послезавтра. Пока, придурки. Новая пещера, которая начиналась с глубины 400 метров, впечатляла. Обрываясь огромным 150-метровым колодцем с грозным названием Баба Тунда, начинался классический разлом. Эта огромная трещина в карстовом массиве, которая пересекала множество притоков малых пещер, никому пока еще неизвестно. По глубине 1100 метров был установлен второй промежуточный подземный лагерь. Тут расположилась всего одна палатка, где могли отдохнуть максимум 4 человека. Мы сейчас находимся в лагере «Тысяча». Он расположен на завале, над ручьем, поэтому тут достаточно холодно и ветрено. Этот лагерь мы установили в конце октября, когда Паша с Наташей выше этого ручья раскопали завал и проникли в эту новую часть пещеры. И здесь стало понятно, что возможно поставить этот лагерь. Сам же разлом в нижней своей части после лагеря 600, развиваясь круто наклонными меандрами, чередующимися каскадами колодцев и уступов, с красивыми водопадами, валивная километровая глубина без каких-то водопадов. Увиделем, какой сверху вид на этот месопад. Такие капли искрятся, прям по грубо искрить, как страх. Очень красиво. Когда мы будем вылить в октябре, поток был гораздо сильнее. Лело просто... шучно. Смотрите, ребята, зимой. Зимой самое то... После лагеря тысячи начиналась самая красивая часть пещеры. Широкий промытый ход, извиваясь, шел все глубже и глубже. Отлично красивый, большой, просторный меандр. Чистый. Но это, наверное, здесь совсем плохо. А сейчас хорошо. Мне очень нравится. Местами нельзя было определить высоту ухода. Верхние чердаки меандра чернели, как космос в бесконечной трещине разлома. А по дну круто вниз бежал небольшой ручей. Это было все, что осталось от грозного потока, который ревет здесь обычно в любое другое время года. Мы сейчас находимся в необычном меандре. Необычным тем, что стены у него розового такого цвета. Какая-то интересная порода, которая дает розовые оттенки. Смотрится очень красиво и необычно. Именно на этом участке, ниже глубины 1300 метров, началось первое прохождение. Труппы Демидов Павел, Константин Зверев и Евгений Рыбка спустились на дно 90-метрового колодца, посередине которого остановились в ноябре и открыли первый большой обвальный зал в пещере. Именно здесь и был установлен третий базовый палаточный лагерь 1300 метров. В базе 1350 метров, установленный в февральскую импедицию этого года. Наша задача сейчас из этого лагеря дотянуть связь до следующего и продолжить исследование. Через два дня я оказался в лагере 1350. Я присоединился к группе Кости Зверева и Федора Губакова. Нам предстояло провести кабель связи до лагеря 1900. Протяжка телефонной связи жизненно важна в глубоких пещерах. Так можно сэкономить много времени на корректировке взаимодействия рабочих групп. Такая работа досталась нам и выполнить ее предстояло до того места, до той глубины, на которой никто из нас не был никогда. Сейчас идем из лагеря 1350, тянем связь до лагеря 1900. И там сегодня будем ничевать. Это первый раз такая глубокая пещера. Я думаю, она станет самой глубокой и ощущается очень круто. Думаю, будет страшно, но все окей. Идем дальше вниз. Пока мы спускались по известной части пещеры. Несколько часов назад прошли колодец 115 метров в полторашку. А сейчас шли вниз по каскаду ободненных колодцев до глубины 1700 метров. Хватило? Хватило осталось вот на бухте. Пещера глубокая, нужна связь. Три лагеря, плюс поверхность, чтобы координировать действия, конечно. Лагеря 1350, прием. Отлично, связь работает. Нет, мы дошли где-то до 1700. Размотали первые 500 метров провода. Сейчас сростим их и дальше пойдем. Прием. Перед нами еще одно интересное препятствие. Переточный лаз, который мы назвали прокатный стан. Таких много в разных пещерах. 40 метров ползком мы попадаем в продолжение пещеры. Далее, спустившись по каскаду небольших колодчиков до глубины 1832 метра, оказываемся у полусифона, перед которым остановились в феврале 2017 года. Просто шикарно. Это мое любимое место. Мне понравилось? Хочу еще. Дайте мне еще пару трансиков. Впереди полусифон, надо одевать гидры. Надо погружаться по грудью. Для садения гидры мы будем проходить. В прошлой экспедиции, когда мы подошли к полусифону, у нас не было гидрогостюнов. А возвращаться за ними в лагерь 1350 было далеко. Ну и не было особого смысла. Наши навесочные снаряжения и веревка закончились. А то, что полусифон проходил, не было никаких сомнений. Сейчас было очень интересно, что там дальше, как будет развиваться пещера. И увидеть это хотелось собственными глазами, а не воспринимать суживство. Свод с полусифония стал повышаться. И ход превратился в обычный меандр, затопленный дно. Ой, дружу я вам всем. Стреологи очень дискомфортные. Как и ожидалось, пещера не закончилась. Большой 70-метровый колодец небольшим водопадом оборвался вниз. По ощущениям, пещера даже стала шире. После колодца наш путь уходил в сухой ход в лагерь 1900. Основная же вода оставалась в стороне. Сейчас мы находимся в лагере 1900 метров. Пещера стала реально очень большая. То есть уже двумя лагерями мы никак не можем оплатить. Приходится устанавливать лагеря через каждые 400 метров. Вчера мы совершили, я считаю, такой трудовой день. Во-первых, мы размотали кабель. Километр кабеля из лагеря 1350. И потянули его за полусифония. То есть это 100 метров отсюда. Наступил новый день. В лагерь 1900 потянулись Дэна и Натаха. Они шли строить площадку под новый лагерь ниже на 2100 метров. Пещера красивая, офигительная пещера. Сейчас пойдем построим лагерь и будем ждать ребят на связи. Которые тянут и дохвать стали. После лагеря 1900 пещера стала другой. Широкий сухой ход с непроглядными чердаками. Много песка. И в то же время присутствует витаричное образование натеки. Мы находимся на глубине примерно 2000 метров. Здесь идет красивый сухой ход с песком на дне. С красивыми натеками есть вообще-таки отличные красно-карамельные натеки, сталактиты, сталакмиты. Отечное образование необычное явление для алимпийских пещер. В пещере Веревкина их встречается тоже немного. Они присутствуют в районе 600-1700 метров. Ниже 2000 метров их становится побольше. То тут-то там неожиданно встречаются островочки натеков, сталактитов и киректитов разных цветов и оттенков. Можно встретить озера с гурами и прозрачными ежиками кристаллов. В колодец за колодцем, меандр за меандром, мы спускались ближе и ближе к заветной точке 243. Когда-то давно, в 2000 году, эта цифра стала символизировать любую пещеру, которую нам предстояло открыть и как заветная цель не отпускала нас вплоть до сегодняшнего момента. Вскоре посреди очередного колодца, в сторону выходим по перилам и оказываемся в просторной галереи. Здесь уже практически установлен новый подземный лагерь. Построена площадка, натянута палатка и остаются последние штрихи. Разложить пенки, спальники, ну и поставить пекица чая. Снова все мы собрались вместе. Прошло 4 дня. Впереди было еще 10 суток, и каждый настоящий день, как кажется, будет интереснее предыдущего. Завтра первый день, и первые новые метры пиропрохода. И еще нам надо непременно найти и идентифицировать официальную точку 243. Как кажется позже, именно над этим местом эпической глубины мы совершим восхождение и попадем в глобальную систему, которая и приведет нас в финале самой нижней точки пещеры. Первый раз, когда мы приехали на Арабику в 2000 году, Анечке, моей будущей жене, приснился сон, что в газете «Абхазская правда» была напечатана статья про спелеологов. И звучало там так. Московские спелеологи нашли на Арабике пещеру глубиной 2143 метра. В те годы самая глубокая пещера была 1610 в Антре-Софе. И такая глубина нам казалась вообще какой-то там, не знаю, невероятной. Но время показало, что пещеры есть глубже до 143 метров. И сейчас мы находимся как раз на отметке 2143 метра. Анечка, твой солнце сбылся и через 17 лет. И пещера еще продолжается. Это, кстати, еще не все. Первым делом мы решили проверить сифоны, которые обнаружили ребята до нас. Два сифона из трех оказались полусифонами. То есть их просто можно было проплыть, а не проныривать. Особенно интересным оказался сифон, вернее полусифон, который получил название «Озеро Степана-Рази». За ним система открытых пройденных ходов оказалась чуть более 1000 метров. Там же мы обнаружили мощный приток с расходом полкуба воды в секунду. Этот приток с кулом вытекал из узкой щели и с пеной пропадал в щелях в 15 метрах ниже. Больше на эту воду мы нигде в этой экспедиции не вышли. Таких мест было несколько, где мы обнаружили многочисленные системы ходов. После восхождения с отметки 2143 метра перед нами открылась целая пещерная страна, где на карту было нанесено 5,5 километров галереи и проходов. И это было настоящее открытие нашей экспедиции. Мифический коллектор, собирающий в себя множество приходящих пещер, простирался перед нами многоуровневым лабиринтом. Каждый день ребята из команды Первого Спелева ходили туда, как на работу снимать топографическую карту и искать новое продолжение. В результате летней экспедиции 2017 года в пещере Веревкина была достигнута результата. Чисто времени проведенного в одной той же позе полчаса.